Уже четвертый сезон подряд бизнес-проект «99 избранных» собирает вокруг себя успешных и активных людей нашего города. Частью проекта являются встречи в неформальной обстановке. Одна из последних запомнилась весьма необычной повесткой вечера. Участникам предложили тренинг по продажам в сочетании с дегустацией национальных блюд. Сегодня у нас серьезная тема – это бизнес, бизнес-тренинг по продажам, которые многим участникам понравятся, потому что на данный момент продажа – это ключевое направление любой компании. Вторая тема – это у нас национальная ТОСС. Мы решили разнообразить направления, не только, так скажем, умственные, но еще и вкусные. Да, совместить приятное с полезным. И сегодня у нас будет дегустация армянских блюд. Из года в год существования проекта внутренние программы «Стеч» трансформируются. Цели остаются прежними – полезные знакомства и обмен профессиональным опытом. У нас делится на определенные этапы. Мы разобрались сильные сновы из нормы каждого бизнеса, нашли элементы, которые можно активировать. Мне понравилось, что участники очень активно участвовали в тренинге, отвечали на вопросы. И в первую очередь для себя нашли те моменты, которые были очень полезны. Тренинг был очень полезный на самом деле. Мы разобрали схему бизнеса, введение диалога с клиентом. Для себя обрадовались, что мы соблюдаем эту схему. Я вам скажу одним словом – это обширная партнерская программа. Несколько полезных связей действительно мы уже приобрели. Цель – найти клиентов, найти партнеров. Алексей Горшков, который сейчас проводил тренинг, тоже является нашим партнером. Уже вот такие бизнес-связи, они налаживаются в рамках этого проекта. Учитывая то, что здесь собрались люди, которые уже представляют у себя что-то, да, и у всех есть свой бизнес, свои какие-то достижения, причем немаленькие достижения. Они очень интересны с ними познакомиться, очень интересны на тренинг, который в константинном прошлом. Я вспомню, что еще ближе много полезных информаций, что мы успешим. Это интересные места, это интересные люди, интересный опыт развития. То есть хотя бы ради этого уже можно прийти. А развитие уже бизнеса – это второе, ну, немаловажно. Вторая часть вечера стала особо приятной. После серьезного бизнес-тренинга участники отправились в гастрономическое путешествие. У нас очень много вот есть блюд, ну, как сказать, дома, которые уже все почти знают. Я просто выбирала такие блюда, которые еще мало, ну, русские населения знают, и которые вот больше полезны и экологически чисты. Там нету никакие добавки, никакие вредные, и все на здоровье пищи вот идет. Эта страна очень богата различными вот своими национальными особенностями. Очень вкусная и полезная кухня в этой стране. Ну, и поскольку у всех есть возможность побывать в этой стране, то именно продегустировать и посмотреть изнутри, и попробовать, потому что на самом деле все продукты привезены именно из Армении. Журнал проекта, тиражом 15 тысяч экземпляров, народная премия, церемония награждения. Все это и другое ждет участников в финале. Ну, а за ходом проекта можно следить в группе 99 избранных и на официальном сайте премии. Субтитры подогнал «Симон»!